Добрый вечер! Вас витает информационная служба телерадокомпании «Гомель». У студии працует Евген Поболовец. Работа выборчих комиссий на выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликання буде максимально открытой и прозристой. Про это старшиня Центра выборками Лидия Ярмошина заявила у Гомеля. Под час семинаров учебы членов округовых выборками региона, який проходил в областном законодательном комитете, Лидия Ярмошина становчиво оценила работу по створению округовых и областных выборчих комиссий у Гомельской области. И она означала, что Гомельшина традиционно выходит у лик лидеров по якости организации выборов. Так само старшиня Центр выборками нагадала, что важная задача зараз – сформировать участковые выборчие комиссии. У отповедности законодавствам яны повинны быть утворены не позднее за 27 липеня. Максимальная комиссия может включать 19 членов, минимально 5. Лидия Ярмошина так само нагадала про обязания, даденные международным наглядальным структурам по открытости будущих выборов и огучила некольки новых нормов по их проведению. Мы создали в наших рекомендациях некие положения, которые отсутствуют в законе. Например, открытость процесса подсчета голосов. Это возможность присутствия наблюдателей не только во время проведения голосования и на заседаниях комиссий, но и, например, во время такой процедуры, которая всегда была такой, как бы корпоративной весьма, например, в процедуре передачи протоколов от участковых комиссий и окружным избирательным комиссиям. На базе открытого акционерного товариства Гомельский домобудовнический комбинат отбылась конференция по вылучшению кандидатам у депутаты Платы Простовников Национального Схода Республики Беларусь Дмитрия Гурского. Удельниками конференции стали больше 100 человек – супрацовников домобудовнического комбината. Тут Дмитрий Гурский працует около 12 лет. У своем профессийном становлении пройшел шлях от майстра завода до наместника генерального директора по вытворчасти. Сегодня он керует працей двух заводов у Гомеле и участком по вытворчасти керамзиту у Петрикове. У правом подначале не у него больше за тысячу человек. У будовнейшей сферы Дмитрий Гурский глубоко ведает питание как практики, так и теории, володая и финансовым боком темы. Два года тому отримал звание магистра технических навук, а бараню диссертацию. На думку працованного коллектива Гомельского домобудовнического комбината Дмитрий Гурский на депутатской ниве сможет приунести шмат становочих изменений у законодавчую базу, проставить конструктивные пропановы и тем самым годно будет проставлять интересы нашего региона. Сам трудовую деятельность начал с 2005 года в домостроительном комбинате с 2007 года. Будучи тогда начальником отдела технического контроля, видел его как будущего руководителя инициативного, который может позволить многим гражданам решить их вопросы, не только производственные, но и насущные, и жизненные. Поэтому, выдвигая кандидата Дмитрия Михайловича в плату представителей, конечно, мы на него рассчитываем, что те вопросы касаемо и строительства жилья в Республике Беларусь будут освещены и положительно решены. Гомельская земля славится не только малявнишими природными ландшафтами и гостинностью мясовых жахаров, а и знаковыми для в области и республики предприемствами. Одно из них – Рогачевский молочно-консервовый комбинат. Предприемство не стоит на месте, регулярно поширает ассортимент товаров и укороняет вытворческие процессы, инновационные подходы. Так, все лета на Рогачевском МКК увидено устрой высокопродукционное обсталевание по штампуце и высечце бляшаной ветшки. Выкористание новой линии позволяет значительно снизить себе кошт продукции. Пероника ворошили на болоте под обязанностями. Рогачевский молочно-консервовый комбинат – предприемство с богатой историей, традициями и досягнениями. Это одна из наибольнейших украиневых творческих молочно-консервовый продукции. Тут працуют около 2000 человек. В этом году мы уже отгружали крупную партию товаров молока сгущенного в Узбекистан. И отгружали масло, партию масла сливочного отгружали в Иран. Сейчас идет работа по рынку Китая, заключен контракт с китайскими партнерами. И китайские партнеры сейчас получают сертификаты и разрешение на импорт товаров в Китайскую республику. Рогачевский молочно-консервовый комбинат сегодня не стоит на месте, поширающий ассортиментный пиралик товаров и укороняющий в творческий процесс инновационные подыходы. Так, сучастная итальянская высокопродукционная линия по выпуску бляшаной банки могут на все больше за 600 штук у хвилину, да и махшимость беспробойно забеспечивать Рогачевский МКК необходной бляшаной тарой. Все лето тут так само уведено устроящее одно высокопродукционное обсталевание по штамповке и высечке вершки. За один удар их вырабляется одразу две, что самое холодное в Икорстане новой линии, дозволяя значительно снизить собикошт продукции. С приобретением нового высокопроизводительного оборудования мы перешли на наименьшие толщины жести и стремимся перейти в этом году еще ниже, как говорится, снизить себестоимость продукции за счет перехода на более тонкие материалы. Приобретение высокопроизводительного оборудования до 600 банок в минуту мы перешли на жесть 0,14. В этом году снижаем себестоимость с переходом жести до 0,13 и будем двигаться дальше для снижения себестоимости продукции. Что тычется основных стратегичных на прамку ассортиментной политики Рогачевского молочноконсервного комбината, зараз тут идти переориентация выпуска на продукцию без добавок. Поширается линейка десертной группы товаров. Это кисломолочные напои и йогурты. Ассортимент сыров повеличены за кошту выпуску его твердых гатунков. У целом за первые по годе 2016-го Рогачевским молочноконсервовым комбинатом было уведено вытворчасть 12 видов новой продукции. Даже что год тут повышается не только и ассортимент, а и якость, бог это самый главный критерий для предприемства. Вероника Ворошилина, Ёлген Макеенко, телерадио «Кампания Гомель» Заргачевского района. Аграриям, коммунальникам и представникам інших профессий на практице доводится сутыкацца с наступцами природных комбинатов. Катаклизмов, я не добро ведаюць. Аномальная засуха губит ураджай. Штормовый ветер и, як выник, десятки обесточенных домов, шквалистый ливень и у городе починается коллапс. Докладные прогнозы на дворье – основа гидрометой обеспеки краины. Гэта и многое инше обмерковали удельники поседжения суместной коллегии Комитета Союзной Державы. Российские белорусские метеорологи супрацовничают давно и плённо. Обмен даденами и досвидом увасабляется у конкретной доведники карты. В оси теперь была подписана черговая программа взаимодействия на 2016-2020 годы. Программа направлена на решение ряда задач, которые представляют интерес для обеих сторон. Это будет связано в нескольких разделах – нормативная деятельность, улучшение прогностической деятельности и некоторые вопросы, связанные с подготовкой климатических справочников. Мазыр – местом проведения поседжения белорусских метеорологов и их российских коллег обраны не выпадковым. В районе находится великая колькость постов и пунктов назирания. Фиксуются параметры температуры, худкости ветра, узровню воды в уреках и водоёмах. Ведется контроль за забруджуваньями атмосферного поветра. Так само, минавито в Мазыры, в режиме реального часа специалисты отсочивают вагание фону у Полески на экологическом заповеднику. Ядромет России и Беларуси промал активный удел в выучении ликвидации наступства от товара на Чарнобыльской АЭС. Навоковые дадены лягли у основы створения атласа забрудживания территории. В целом, пусть чарнобыльский опыт уличивается при будовнецтве новой белорусской атомной электростанции. Наш опыт, который мы накопили по результатам мониторинга окружающей среды после чернобыльского загрязнения, нам позволяет создавать достаточно эффективную систему контроля рационной обстановки в зоне строительства белорусской атомной станции. Поэтому этот печальный опыт, который мы получили, чернобыльский, он не пропадает даром. Он дает нам основания для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности нашей страны на будущее. Эта первая программа союзного взаимодействия метеорологов позволит прогнозовать надворье на якосно новом узровне. В последние годы климат меняется. Это на себе чувствуют, как Беларусь, так и Россия. 2015 год стал самым теплым за большим 100-годовую историю метая назирания у республицы. В этом году снова фиксуется критичное обмеление рек. На палетках так само не хапая вильгати. Папереджены, значит, узброены. Докладные меты и прогнозы допомогут скорректировать працу и минимизовать наступство. Виктория Синицкая, Светлана Грудькою, Валентин Бойко, Вячеслав Пересыпкин. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Сегодня в Гомеле на территории храма святого архангела Михаила отсадковали День семьи, любови и верности. Для гостей подрихтовали забавляльно-аддукационную программу. Прихожане храма смогли принять удел у конкурсах и фотосессиях. День семьи, любови и верности связаны с памятью князя Петра и княгине Феоронии Муромских. Гэта пара у христианстве уявляет собой узор шлюбной верности, отданности и любови. А само свято мая духовно-моральное и освятницкое призначение. Надо любить друг друга. В любви в браке уступать друг другу, заботиться друг другу, не быть эгоистом. 80 годов с дня заснования службы. Державта инспекция означала свое профессийное свято. С какими настроями, с какими показчиками подошли до этой значной даты сопрацовники ДАИ, доведалися наши корреспонденты. Державная аутоинспекция была створена в Гомеле в 1936 году. За этот час изменилась форма техника транспорт. Незменной засталася главная задача – контроль за дорожным рухом. Кожный год количество автотранспорта на наших дорогах повеличивается прикладно на 20%. Зараз за рулем авто кожный третий же хар Гомельской области. Меж тем, узровень дорожно-транспортных сдареньев за кошт профессийной организации дорожного руха и меры, которые примаются в этом накерунке, имеют тенденцию до снижения. Сотрудник госавтоинспекции может обеспечить профилактические мероприятия, где-то административный ресурс. Но самое главное – это организовать дорожное движение и тогда разделить транспортные потоки с пешеходными потоками, чтобы не было пересечения. И тогда, конечно же, не будут совершаться дорожные транспортные происшества. Даредший белорусский опыт по организации дорожного руха по законодавшей базе, которая истнует в нашей стране, давно оценили коллеги с суседней Бранской области России. Мое субъективное мнение – законодательство Республики Беларусь, оно немножко жестче и строже в целом, чем на территории Российской Федерации. Это приносит свой профилактический эффект, безусловно. Ну, я не знаю, как можно сказать, что некая такая славянская ментальность требует всё-таки жесткости, потому что агитировать в настоящее время, скажем так, грубых нарушителей правил дорожного движения очень сложно. И конфискация транспорта после повторного управления, состояния пенения, я считаю, что эта мера очень действенна. Гомельская ДАИ сегодня – это моцное подразделение высокопрофессийных супрацовников. Есть вся необходная спецтехника. Можно не сомневаться, на дорогах в области поставленный соправдный заслон порушальникам правилов дорожного руху. Команда с 12 краин принимает дело в 14-м международном взлёте юных воротовальников. Весом ягу проведения стал лицей при Гомельском инженерном институте Министерства по назначенных ситуациям. С подробностями Настасья Кучинская. Международный взлёт юных воротовальников – это не просто с поборницей дитячих дружин. Это еще и интересный форум. А там открыть опыт шалиса, знакомство гостей с белорусской историей и культурой. На протягу 9-й день гэтым хлопцам и девчатам треба будет показать свои навыки воротовании в разных ситуациях. Фаворитами личность россиян и белорусов, але у каждой команды – свои мощные баки. Наш конёк, конечно же, это горный рельеф, туртехника и спортивное ориентирование. Сярод команд есть мощные, а есть пригожие. Польские девчаты, например, кажут, что приехали, когда не перемогать, то шукать белорусских хлопцов. Мы каждый год очень довольны, что приезжаем здесь в Беларусь. Мы уже говорили с девушками, что нам лучше быть в Беларуси в палатке, чем, может быть, 5-звездочная гостиница, потому что здесь такая атмосфера, такие впечатления, такие эмоции. А кроме Польши и Казахстана, сярод удельников – юные воротовальники из инших краин-суседок Беларуси. А так само – из Азербайджана, Болгары, Грузии, Италии, Сербии. Для одних это первое знакомство с нашей краиной, иншие приезжают, который год запар. С кожным разом цикавость до мероприемства расте. Помежду дельниками устанавливаются новые долготерминовые сувези. В следующем году 15-й слет будет. Мы уже получили заявку на участие от команд с Пакистана, с Турции. Серьезно изучают участие ребята из Бразилии. Рассматривают вопрос участия и ребята из Китая. И вот, видимо, на закрытие приедет посол Японии, они тоже заинтересовали. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомельс» Гомельска Гарайона. На этом наш выпуск завершенный. У студы для вас працаваў Явген Паблавец. До сутрешу в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова